В этом конкурсе принимают участие девушки уже со стажем вождения, но признаются, что вспомнить теорию и все экзаменационные билеты не так-то просто. Поэтому первый этап заставил автоледи потрудиться, поразмышлять и вспомнить знаки, разметку и правила. Цель нашего конкурса – пропаганда безопасности дорожного движения. Мы лишний раз девчонкам, нашим женщинам, участницам дали попробовать свои силы, вспомнить правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, ну и свои силы на площадке. А вот вторая часть конкурса для многих участниц – знакомые будни. Девушки часто за рулем и хорошо чувствуют свой автомобиль. Змейку, парковку выполнили без дополнительных сложностей. Только волнение было, как тогда при получении водительских прав. Погода была солнечная, настроение у всех было радостное, я думаю, что всем понравилось. И мне хотелось бы, чтобы этот конкурс проходил у нас ежегодно. Кроме практики и теории, обязательно нужно было освежить знания в медицине, что необходимо делать при ожоге, переломе, сотрясении мозга. У всех могли проверить наличие огнетушителя и аптечки. По итогам конкурса «Автоледи» признали, что теперь чувствовать себя на дороге они будут еще увереннее. Я сегодня заняла первое место в конкурсе «Автоледи». Мероприятие очень понравилось. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить. Даже те девочки, которые не заняли призовое место, все равно подтянули, правила подучили. Я вот, например, сегодня купила огнетушитель и знак аварийной остановки, потому что я думала, вдруг проверять будут перед заездами. А их не было. Так бы, может, и ездила бы без них. Победительница представит Раменский район на областном соревновании «Автоледи» Московской области «Мисс Московия». Но самые главные участницы освежили знания, а сотрудники ГИБДД лишний раз проверили водителей. Безопасность на дороге для тех и других должна быть в приоритете. Евгения Фокина и Андрей Минкин для программы «Городские вести». Безопасность II Продолжение следует...